Всем привет, с вами Мистерия. Самый странный поступок Сталина. Зачем он вернул погоны в армию? Обычные историки пишут, что введение погон было предпринято Сталином в рамках политики по поднятию боевого духа советских войск, где он делал главную опору на русский патриотизм и старался максимально воспроизвести в новых условиях атрибут Российской империи. Однако не совсем понятно при этом, почему для введения погон был выбран именно этот момент – зима 1943 года. Еще не закончилась битва под Сталинградом, не была раскромлена окруженная там группировка немецких войск. Красная армия только-только начала одерживать первые крупные победы и до завершения коренного перелома было еще очень далеко. Если введением погон Сталин рассчитывал добиться существенного повышения морального духа советских войск, то почему, спрашивается, он не предпринял такой шаг раньше? Если он стремился реставрировать имперские атрибуты, то такой шаг мог вызвать недоумение в вооруженных силах. Действительно, в Красной армии все свои победы одерживало без погон. Зачем они вдруг понадобились? Однако момент, наверное, был выбран психологически тонко. Действительно, в период поражения само по себе введение погон не подняло бы настроение бойцов и командиров. В то же время, только что одержанные первые успехи подавали очень большие надежды на перелом войны и на победу. Но к победе еще надо было идти и идти. Сталин решил осенить этот победный путь почти с самого его начала перелицовкой военной формы. Пятиконечные звездочки серебристого цвета были на погонах офицеров и двух младших генеральских чинов в Российской императорской армии, но не флота. Новая советская форма, по сути дела, повторила эту систему знаков. С теми отличиями, что звезды стали крупнее, появились на погонах всех генералов и маршалов, а также были введены в советском военно-морском флоте. Характерно, что введению погон предшествовала постепенная негласная реабилитация слова офицер, которая также два с лишним десятилетия дискредитировалась и связывалась с проклятым царским режимом. В Красной армии были не офицеры, а красные командиры. Они и оставались такими даже после введения в 1935 году офицерские звания от младшего лейтенанта до полковника. Юридический термин офицера появился только в 1946 году в связи с переименованием Красной армии в Советскую армию, а до этого они называли средним и старшим командным и начальствующим составом. Но в праздничном приказе Наркома обороны Сталина 7 ноября 1942 года, как раз накануне контрнаступления под Сталинградом, впервые в столь важном документе было употреблено слово офицера, применительно командиром Красной армии и флота, и подчеркнут высокий стиль этого понятия. Интересное обоснование, которое дала правительственная пресса в введению погон. Так, в номере газеты «Красная звезда» 7 января 1943 года, в котором был опубликован приказ Наркома обороны о новой форме и знаках различия, приводилось такое разъяснение. Погоны были традиционным украшением доблестной русской армии. Мы, законные наследники русской воинской славы, берем из арсенала наших отцов и дедов все лучшее, что способствовало поднятию воинского духа и укреплению дисциплины. Введение погон еще раз подтверждает славную преемственность воинских традиций, которая так цена для армии, любящей свое отечество, дорожащей родной историей. Погоны не только детали одежды, это знак воинского достоинства и воинской чести. Надевая погоны, новые знаки различия и воинской чести, мы почувствуем не тот долг, который лежит на армии, защищающей родину от немецко-фашистских банд. Народ дает армии эти знаки чести, требует при этом, чтобы честь армии поддерживалась на полях сражений. Показательно, что этот символ преемственности почувствовали и враги. Причем это их очень сильно встревожило. Об этом свидетельствует распространявшаяся оккупантами агитка. Сталин обалдела страха. По приказу Сталина в Красной армии введены погоны и полеты. Готовится переименование Красной армии в русскую. Священникам разрешено служить молебны и неспослание победы Красной армии. Красный флаг советской власти предполагается заменить трехцветным. Чтобы удержаться у власти, хитрейший ледоед Сталин идет на все, не хватает только того, чтобы он провозгласил себя императором. Хм. Хм.